Привет! Очень многие просили у меня рум-турку в моей квартире, и сегодня последний день мой, последний день в Праге, дорогие мои, и поэтому нет смысла больше скрывать. Хотя на самом деле мой адрес слили буквально на третий день, когда я въехал в эту квартиру, но вот имеем то, что имеем сейчас, и поэтому плевать уже. Жил я последний год в Праге, в этом обалденном лофте. Кому интересно, район Праги это Прага 7, он считается фабричный район, но в последние годы стараюсь за всех сил сделать из него такое модное пространство, модное место в Праге. На самом деле у них это отлично получается, очень много фабричных зданий, это бывшая пивоварня, и здесь у меня был мой замечательный лофт на 150 квадратов, кому интересна аренда 2500 евро, и поэтому давайте я вам сейчас покажу, что у меня здесь, в этой квартире, как оно есть. Во-первых, здесь у меня кухня. Кухня большая, и кухня удобная в плане открытый такой большой остров, где можно, например, посидеть на трамвайных стульях. Хозяин этой квартиры он ирландец, и он заморочился. Мне не совсем нравится вот эта вот труба, которая не прикрыта, вот она портит весь вид кухни. Сам кухонный гарнитур мне не нравится, но тем не менее, кухня очень красивая, кухня просторная, для большого количества человек, то есть вот эта вот обеденная зона, готовить, готовить можно здесь, смотреть телевизор, можно там. Это не мой телевизор, телевизор, который шел с моей, с этой квартиры, мой телевизор уже уехал, у меня был большой из семи истинчевый, но вот этот у меня стоял в моей спальне. То есть здесь все шикарно. Повторюсь, кресло от старинных, от старых, не от старинных, от старых трамваев, это трамвайные стулья, он купил, отреставрировал, установил, удобные кресла, и они такие, знаете, чешские кресла, и именно этим они замечательные, такая, знаете, ностальгия. Освещение везде крутое, освещение на потолке, на стенах, и вот эти вот на самом деле спотлайты, которые он поставил на стенах, они дают очень крутое лучи света, которые делают очень красивую атмосферу в доме. Например, смотрим сюда, да, падает спотлайт так, что он дает тень на стену от лестницы, и получается очень красиво. Квартира, неимоверно, удобная для одного, для большой семьи, на самом деле, поэтому мне было очень удобно, много людей сюда приезжало в гости, моя мама приезжала в гости с ассистентом, с Екатериной, места хватает всем, шикарная спальня, но я это все покажу выше. Здесь внизу у меня гостевой туалет, огромное зеркало, вот такое вот удобный туалет, и гостевой туалет, он необходим, если вы живете в двухэтажной квартире. Помимо гостевого туалета, вот такая вот, достаточно большая комната, куда можно бросить, я не знаю, там перчатки, всякие зонтики, прочее. Здесь у меня достироваются уже простыни, которые мы оставляем. Здесь у меня прачечная с сушилкой и стиралкой, складское помещение, очень удобная, очень светлая квартира, и, помимо всего прочего, здесь у меня еще есть кладовка. На самом деле, неимоверно удобная вещь, если бы, наверное, я жил в этой квартире сам, я бы, наверное, сделал из этой кладовки гардеробную, но гардеробных у меня здесь было все равно две, поэтому места хватало, но кладовка просто великолепная вещь. Кладовка с окном, вот такое вот окно, то есть, где здесь можно и спальню, есть его устроить, и если у тебя люди, которых ты не очень любишь, ты бы мог здесь, на самом деле, спать. Тебе не очень не привыкать, но мог бы здесь спать. Потолки очень высокие. Воздуха просто немое, но много метров. Я думаю, не очень много с размером, да? 5-6. Ты думаешь 5-6? Не 8? Ну, может быть, 8 метров. Кто-то посмотрит, да? Огромные-огромные потолки. Воздуха неимоверно много. И гигантские окна. Вообще, воним, на самом деле, мешали. И здесь, например, вид на фабричный двор. И здесь видно фабричный двор, где, на самом деле, очень хорошо сделан, где я гулял со своими дочами, и очень классное место, на самом деле. Это вот вид из моего окна. Гигантские окна, ну, фабричные окна, на самом деле. И поэтому очень круто. Пойдемте покажу на втором этаже. Здесь три этажа. Ну, как, они три, так оно и есть, но просто третий этаж, он не совсем, с моей точки зрения, умно сделан, но можно было бы сделать покруче. Лестница. Это не первый раз, когда я живу с лестницей. В Варшаве была очень скользкая, очень крутая лестница. И, на самом деле, можно упасть. Ну, вот реально подскользнуться можно было. В Цюрихе у меня была очень неудобная лестница. Без... Ну, все вы помните, где я снимал на фоне белой железной лестницы. Можно было навернуться так серьезненько. Здесь самая комфортная лестница из всех двухэтажных, трехэтажных квартир, где я жил. Лестница неимоверная. Во-первых, конечно, с этой лестницей открывается вид на гостиную. Места много, воздуха огромное количество. Неимоверно это все комфортно. И вот мой второй этаж. Поднимаемся. На втором этаже у меня, конечно, хозяйский садуузел. Очень крутое решение здесь сделано. Во-первых, здесь, конечно, стекло над ванной. Не знаю, для чего оно нужно. С третьего этажа можно смотреть, кто купается. Классная очень раковина. Ванна, которой ни разу не пользовался. Душ. Ну и непосредственно сам туалет. Очень просторная, очень большая. На самом деле, это крутая большая ванная комната. Гостевая спальня. Хозяйская спальня, можно назвать так. Сейчас у нас стираются все простынки. Конечно, квартира под сдачу. Матрасы желают... Матрасы могут быть лучше, но я, на самом деле, у меня проблемы нет ни со спиной, ни с чем. Поэтому норм. Вид из окна. Так как, понимаете, вот здесь у меня только наверху окна. Открывать можно и можно открывать жалюзи тоже. То есть, все на пульте. Но, тем не менее, вот дополнительный свет идет от гостиной. И вот видите, всю гостиную там тоже видно. Конечно, когда мама в гостях жила, если с собой не кувыркаешься, потому что когда человек поднимается по лестнице, может увидеть, что творится в спальне. Здесь, дорогие мои, гардеробная. Одна из гардеробной. Мне совершенно не нравится деревянная вот эта дверь, потому что она выбивается по себе. Могли бы сделать ее и черной. Но, тем не менее, вот такое вот у меня. Много места, на самом деле. Это у меня от моли все было. Вот такая вот ситуация. То есть, большой гардероб здесь. Покажу гостевую комнату. Гостевая комната. Точно такая же огромная комната. Ничем не хуже, на самом деле, чем хозяйская спальня. Но, единственное, что нет окна. А может быть, это и к лучшему, на самом деле. Комната светлая, комната просторная. Везде для телевизоров стояли полочки. И здесь у меня тоже большой гардероб, где у меня были вещи, которые я регулярно не носил, но все равно носил. То есть, места для хранения было много, и это было идеально. Квартира идеальна для того, для кроховоров, у которых очень много вещей. Поэтому места было много, сделано хорошо. Вы знаете, у мебели, может быть, и самая лучшая, но она была нейтральная. Ее можно было красиво обыграть какими-то акцентными фигурками, предметами интерьера. И они не забирали все внимание на себя. Это, значит, гостевая комната с гардеробом была. И есть еще 30 этаж в этой квартире. Вон такая достаточно крутая лестница. Ну, прям привет, Сюрик. Здесь, как я и говорил, можно смотреть в ванне, кто купается в ванной. Я даже ни разу не протирал это окно. Ну, понимаете, вот такая вот, считай, смотровая площадка на третьем этаже. Вид на всю квартиру, конечно, изумительный. Ванн. То есть, вид на абсолютно все. И квартира эта замечательна тем, что много воздуха. И на самом деле, вот даже скошенные фабричные вот эти вот крыши в спальне метра, наверное, 5. Ну, чуть-чуть, примерно 5 метров высотой. То есть, потолки не давят, и это просто может просто дышать. Очень крутые, на самом деле, вот эти вот фабричные штуки. Ну, огонь, ребят, это старая пивоварня, а в Чехии пивоварня, ну, это просто легендарно. Вот, это вот третья смотровая площадка. Я на самом деле думаю, что если бы вот квартира для жизни, да, можно стенами вот так оградить, а может быть стеклянными стенами. Идеальное место, например, для офиса или для еще одной спальни. Лестница крутовата, но третий этаж, который не используется как нужно. Квартира очень комфортная. Квартира была великолепной. И мне говорят, почему не остаешься жить? Квартира крутая. Да, ребята, понимаете, если вот так вот жить, ну, строить свою жизнь только потому, что квартира нравится, то это, конечно, ситуация не отсчет. Вот такой вот был мой рум-тур. Давайте, давайте быстрее. Надеюсь, вы все посмотрели. А теперь, дорогие мои, до свидания. Только что опубликовал у себя в Телеграме квартиру, что собираю, и, ну, типа, все, уезжаем, да. И полетели вопросы, да. Чувствуешь ли ты себя как дома в каждом новом месте? А вы знаете, чувствуешь себя как дома? У меня абсолютно нет вот этого вот ощущения чужого, что ты чужой в этом месте, что тебе здесь не рады или тебя здесь не ждут вообще. Мне вот эти мысли, они совершенно не беспокоят. Вот переехал и переехал, и все, ты начинаешь жить сразу с первого дня. Вообще нет вот этого ощущения, что ты чужак, да. А вот эта вот философия, вас нигде не ждут, да и дома нас нигде не ждут, дорогие мои. Постоянно об этом говорю, да. На нашей любимой родине, у кого там своя родина, и там нас никто, по идее, не ждет, и никому мы не намотались. Поэтому, если рассматривать из эту позицию, вот меня там во Франции никто не ждет, да вас и в вашей Литве никто не ждет. По факту, вы просто рождены, у вас гражданство этой Литвы, и вы там и живете. Ну, правда. Кажется, Антону просто нравится процесс переезда и упаковки, и распаковки всякого барахла. Я бы уже чокнулась и выбросила все барахло, лишь бы только не заниматься его перемещением. Обожаю смену мест, но ненавижу эту движуху с вещами. Ой, вы знаете, а у меня вообще сейчас нет вот этого вот головняка, типа там запаковать, распаковать. Вы знаете, идет уже по, как говорится, идет по накатанной. Собираешь, разбираешь. Он мне говорит, там ничего не забываешь. Да никогда ничего не забываю. Все находит свое место, все собрано. Ну, на самом деле, немножко устал, конечно, вот этими вот грузовиками переезжать. Переезжать грузовиками не так дорого. Мне спрашивают, что за компания? Да Евросендер. Я всегда пользуюсь ими. Они самые бюджетные. Это британская компания, но работают они по всей Европе, по всему Европейскому Союзу, назовем это так. То есть вплоть до такого, что до Франции-то они вас довезут, а вот в Монако через дорогу они уже не поедут. Ну, это какие-то вот их условия, да. Вот. Приезжают парни, быстро забирают, быстро довозят. Ни разу у меня не было никакого прокола с Евросендером. И все как часы работают. Первый раз, когда я отправлял на юг Франции вещи из Цюриха, когда они узнали цену, была вроде цена, знаете, какая. Из Цюриха, да. А, считай, Бусулей. Ну, да, Монако. Ну, считайте, вот оно, да. То есть там было не ввести в Монако, потому что правила такие. То есть только по Евросоюзу. То есть в Норвегии они не повезут. И они уехали, вроде была цена 1800 евро. Грузовик только для тебя. То есть не где-то вещи свои подложить, а вот прямо твой грузовик. Они уехали, и мне моя сестра с мужем говорят, ну все. Все, теперь твои вещи будут где-нибудь в Бухаресте. Нет, все доехало, все были в шоке. Потому что даже когда ты рассчитываешь путь, получается так, что только по платным дорогам ты вообще не в эту цену выходила. Серьезно. То есть за платные автобаны ты платишь столько же, вот сколько доехать, да. Я так понимаю, нанимают они румынских подрядчиков, а те вплоть до того, что возят вместе со своим бензином. То есть у них там, я видел, канистры стоят в тачке, все такое, да. То есть они очень бюджетно возят. Я не знаю, сколько они там, те парни зарабатывают на этих перевозках, но зато работает. Работает как часы. Сегодня уже машина приехала, ребят сказали, нужно отдохнуть. Сказали, хотят пожить сутки, посмотреть Прагу. Кто не знает, я в Праге жил. Вот. И завтра с утра привезут, и в 11 начнем уже загружать вещи. А ну они начнут загружать вещи. То есть у меня сегодня последний день. Все последнее дособрать, все последнее дозапаковать. Но у меня мой парень помогает. Вот реально все дело, потому что я работаю, он помогает паковаться. Вот. И вот так вот. Все, погнали. После своего вчерашнего видео, тоже знаете, вот так вот записываешь, вот когда душа просит, да. Записал, и сейчас сижу и думаю, что у меня ждет. Какое новое... Для меня это всякое приключение. Я не рассматриваю это как стресс, я не рассматриваю это как какой-то выход из комф... Для меня это не выход из комфортной зоны. Назовем это так. Так, собираешься, ножки в ручки и погнал. Зима теплая. Вот это, конечно, огонь, потому что не снега. Снега вообще нет. Снега я видел в этом году, вот в Центральной Европе, наверное, неделю общей сложности. Очень теплая зима. Нереально выходишь, просто весенняя погода и теплый ветер теплый. Знаете, вот что дает весеннюю погоду и теплый ветер. И вот здесь такая вот очень удачная зима получилась в этом году. Ну, слава богу, да. Потому что с этим газом все же думали, что будет просто банкротство за банкротство. Ну, конечно, какие-то производства в Европе обанкротились. Ну, ребят, тот дистресс, через который нужно было просто пройти, нужно было просто слезть с этой газовой кормушки. Вот, и эта зима, конечно, неимоверно помогла. И вот так вот сейчас при переезде думаешь, господи, ни снежка, ни льда, ничего. Просто в шортиках завтра все затолкаем в машину и погоним все. Ой, господи, боже мой, прикольно. Главное сейчас вот сегодня собраться и вот последние сутки просто уже последнее добрать. Знаете, как берешь уголок из одного уголка, вот все пакуешь. Вот прямо идешь, такой вот по метражу, да, и все запаковываешь, то, что остается. Оставила себе только четыре чемодана вещей, самых необходимых. Как я говорил вчера, с Думи вообще выезжал. Так что плевать, а человек неприхотливый, много мне не надо. Ну, правда, не надо. По факту, да, то есть мне много не надо. Поэтому справимся. Мне главное штативы, главное освещение, главное камера. Это самое важное, это моя работа, да. Ну, не может этот страдиварь без качественной скрипки. То есть для блогера самая важная техника. А все остальное такое, знаете, второстепенное и неважное. Интересно послушать, кто из вас вот сейчас переезжает, кто планирует, кто из России, да. У многих же сейчас это насущная тема. Кто из Украины, до сих пор люди из Украины выезжают. Кто-то куда-то переезжает. И интересно, как вы. А некоторые, знаете, интересный момент. Переезжают, а потом обратно возвращаются. Ну, потому что, знаете, сложно, нас никто не ждет. Легко только кошки родятся. А банальщина, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ребята, эту банальщину никто никогда не отменял. Никогда. Вот по факту. Если живете, вот, знаете, вот ты думаешь, да, вот об этой голодной, если хочу живо торчит, думаешь об этой прозе жизни, как работают ребята с личностным ростом, да. Банальщина, да не могу. Выходите из комфортной зоны. Меняйте место жительства. Хотите встретиться с миллионером, тусите там, где тусят миллионеры. Банальщина. Только я эту базу бесплатно даю, а люди точно такую же базу дают за деньги. Меняйтесь, меняйтесь, меняйте. Вот если вам что-то не нравится, жизнь одна, как говорил Ольга Бузова. Кайфуйте, нельзя ждать, ребят, нельзя. Пишут же сразу, да, а вот у меня там дети, а вот у меня там что, а вот у меня там все. Сколько знаю я лично людей с детьми. Меняют школы, континенты, страны, языки, культуру, религию. Просто я верю в одно. Есть люди, которые легки на подъем, а есть люди, которые вообще неповоротливые. И есть что-то вот посрединке, да. Я, ну знаете, в то же время я родился в семье, где мы меняли дома. Вот у меня родители меняли дома, продавали дом, покупали новый дом, может быть, раза в два года. Вот так это вот в начале. Вот потом купили хороший дом, который им нравится, и там они живут, да. А до этого раз в два года, раз в полтора года меняли, собирали, переезжали постоянно. И какие-то дома были лучше, вот с моей точки зрения, какие-то хуже. Вот моей маме нужно было такой дом, который ей нравится. Ну вот. А по факту, ой. Ну, опять же, видите, это впитывается с молоком матери. Если у тебя родители такие легкие на подъем, и ты вырос в постоянных переездах, распаковках, новые места, новые ощущения, тебе уже это требуется, понимаете. Все, кто переезжает, не бойтесь, дорогие мои. Уж если Антоша может, вы и подавно справитесь. Подписывайтесь, честно, не забывайте подписываться. У меня здесь раз в два в неделю, ну, так как-то контент. Надеюсь, тоже нравится. Подписывайтесь на все мои четыре канала. Не забывайте палец вверх, ну, серьезно. Ну, и подписка ничем это не стоит. А поговорить по душам, ребята, ох, дорогого стоит. Подписывайтесь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok